Дожили, как говорится, на недавнем саммите Большой Двадцатки, куда президент Путин и председатель Синий поехали принципиально, коллективное заключение, а встречи не содержат никаких гадостей про Россию. Представляете, да? Москву еще Обама в клочья порвал. Текущий государственный секретарь Блинкин тоже пару недель назад рассказывал, что Кремлю вот-вот настанут натуральные кранты, а в заявлении на саммите Ж-20 тишина. Парадокс? Не совсем. Просто в этот раз даже в Вашингтоне догадались, что им могут показать направление и далеко не туда, где мистер Байден своих любимых собак выгуливал. А все просто, западные партнеры доигрались до того, что остались в меньшинстве. Ведь еще недавно Большая Семерка была мировым локомотивом, а теперь ее пора переименовывать в Большого Банкрота. При том, что страны Брикс как раз прут и дожили, Англия вылетела из топ-10 мировых стран, а вот Индия и Китай занимают ведущие строчки. Да что говорить, если Россия потеснила ту самую Германию, которая вроде бы была богатой страной. Так что очень хотелось бы, конечно, Путину показать, кто в доме хозяин, но не получается, силенок банально не хватает. Эрдоган Шаш не водят с президентом России, даже Южная Корея и Мексика стараются лишний раз ничего против Кремля не вводить, потому что все уже поняли, себе дороже будет. И вот на этом фоне американским дипломатам реально отказали в самом главном праве штата, в котором они так привыкли быть якобы мировым лидером. Приехали, планета наелась, прекрасная 250-летняя американской демократии, но если бы это были все плохие новости. Еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Влад Серов, я автор канала «Не конец истории». Из хороших новостей по рассказам друзей, даже ведущие популярной ток-шоу уже иногда так и говорят, это не конец истории. Из не очень хороших, после отмены монетизации на Ютубе в России, особенно когда недавно нам еще и просмотры прикрутили, проект держится на честном слове и без вашей помощи, очевидно, никак. А между тем, несмотря на шутки за 200 наших самых постоянных зрителей, мне, чтобы вам было весело послушать несколько минут новостей, приходится их перебирать, находить то, о чем еще можно говорить, команде собирать ролик, рисовать обложку и так далее. Казалось бы, простое занятие, но это только так кажется. Поэтому мы очень надеемся, ведь вас много, на вашу помощь. Номер карты и другие способы перевода вы найдете в описании к этому ролику, не бросайте нас, ведь это не конец истории. Итак, Соединенные Штаты на последнем саммите Большой Двадцатки были вынуждены признать свое поражение. И это обидно, ибо такого не было со времен Второй Мировой, по сути, не говоря про последние годы после падения Союза. Однако ничего не поделаешь, ведь если бы Вашингтон встал в позу, проблемы остатков гемонии были бы видны еще выпуклее. Тут и так планета заметила, как Белый дом утерся, а если бы кто-то начал давить на другие страны, ему публично указали на его место, тогда что делать? Вот, Запад смирился, что за буквально два года, которые прошли от большого замеса, он совсем потерял и авторитеты силы. Нет, конечно, продавить какую-нибудь условную Италию Штаты еще могут, а вот Индию уже нет. И Китая нет, и Россию, не говоря про их неофициальный союз. Поэтому разговоры про то, что Путин изолирован, плавно исчезли. И это точно не конец истории. Продолжение следует...